Здравствуйте! На Деснат ТВ время новостей в студии Ксения Вьюшкова. Смотрите в этом выпуске. Женедельное рабочее совещание в администрации. Мы будем вакцинацию против вешенства животных ежедневно, кроме воскресенья. Управление по делам ГО и ЧС отчиталось о происшествиях за прошедшую неделю. За 7 дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 627 сообщений. Заседание Гордиционного совета по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства. Медицинское сопровождение состоящее на учете ведется регулярно. Во-первых, участковыми педиатрами периодически сообщаются проблемные семьи, где могут быть нарушения прав детей в охране их здоровья. Фестиваль. Вместе мы сможем больше. Для людей с ограниченными возможностями. Мы обязаны помогать и быть неравнодушными к судьбам тех, кто по каким-то причинам не может обойтись без постоянной поддержки. 17 декабря в городской администрации руководители ключевых подразделений города обсудили итоги прошедшей недели. Подробнее в сюжете. Работа городских организаций ведется в безаварийном штатном режиме. Так, по итогам прошедшей недели в отделении скорой медицинской помощи поступило 129 вызовов. В круглосуточный стационар госпитализировано 99 человек. Отмечен небольшой рост заболеваемости ОРВИ, но случаев гриппа не зарегистрировано. В родильном отделении на свет появилось 4 младенца. Городская инженерная инфраструктура работает в штатном режиме. Все дома обслуживаются без каких-либо жалоб от населения. Информацию для владельцев домашних животных озвучила Анжела Дели, руководитель Десногорской вид-станции. Будем вакцинацию против вешенства животных ежедневно, кроме воскресенья. Стали известны результаты конкурса за лучшую творческую работу по проектам малых архитектурных форм для городского парка. Инициатором мероприятия стала администрация города. Детям предлагалось подумать, что бы они хотели видеть на территории Десногорского атомпарка. Свои работы представили 132 конкурсанта, обучающиеся дошкольных и общеобразовательных организаций. Конкурс проводился по трём номинациям – рисунок, компьютерная графика, декоративно-прикладное творчество в четырёх возрастных категориях. По решению жюри выбраны 24 работы. Они направлены на участие в городском голосовании, которое пройдёт до 27 декабря. Всех жителей Десногорска приглашаем принять участие в выборе лучшей работы и тем самым внести свой клад в развитие будущего атомпарка. Информация о голосовании размещена на сайте администрации Десногорска. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС по Десногорску Андрей Воронцов. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГО и ЧС города Десногорска привлекались для проведения работ по оказанию помощи скорой два раза, по вскрытию дверей два раза. За семь дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 627 сообщений, из них 223 ложных. Поступило и отработано 10 просьб от населения. Заседание Координационного совета по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства состоялось 12 декабря в администрации Десногорска. О повестке мероприятия и его результатах расскажем далее. Заседание Координационного совета по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства было проведено под председательством руководителя комитета по образованию Татьяны Токаревой. Повестка дня – меры по профилактике семейного неблагополучия. О результатах работы с семьями при медицинском сопровождении граждан рассказала Наиля Абдулина, заведующая детской поликлиникой МСЧ номер 135. Медицинское сопровождение, состоящее на учёте, ведётся регулярно. Во-первых, участковыми педиатрами периодически сообщаются проблемные семьи, где могут быть нарушения прав детей в охране их здоровья. Отдельное внимание было уделено проблеме беременности несовершеннолетних и нарушению репродуктивного возраста. Изменить ситуацию к лучшему может должное воспитание детей и благополучная обстановка в семье. Помимо этого, необходимо серьёзно отнестись к подготовке несовершеннолетнего ребёнка к половой жизни. Задача учреждения в этом случае – помочь родителям и донести информацию, предоставить необходимую психологическую помощь, обучающие материалы. Основными методами работы в этом случае будут семинары, тренинги для родителей на тему полового воспитания их детей. Помощь малообеспеченным семьям – одна из социальных задач муниципалитета. За 2019 год 40 мам получили пособия при рождении ребёнка. Подано 85 заявлений о реализации материнского капитала. 77 из них – на улучшение жилищных условий, остальные – на обучение ребёнка. Дополнительной мерой социальной поддержки является обеспечение учеников горячими завтраками. Также, по сравнению с прошлым годом, в два раза больше детей получили оздоровительные путёвки в стационарной организации. Насыщенной была и культурная жизнь города. Образование и культура, наверное, неотделимы, поскольку те мероприятия, которые проводит культура, задействованы наши обучающиеся, ну и, соответственно, ряд мероприятий мы проводим в тесном взаимодействии и сотрудничестве. По завершению заседания было принято решение продолжать вести социальную работу и принимать профилактические меры в области семейного неблагополучия, безнадзорности и права нарушений на территории Десногорска. Ксения Вьюшкова, Александр Ерофеев, Десна-ТВ Праздник, который даёт особенным людям раскрыть свои способности и свой внутренний мир. Это открытый фестиваль художественного творчества. Мероприятие прошло 11 декабря на сцене Центра культуры и молодёжной политики. Подробности далее. Фестиваль «Вместе мы сможем больше» – настоящее событие для тех, кто, несмотря на непростую судьбу, готов радоваться жизни и созидать. Это праздник добра и творчества, который многие ждут с нетерпением. Мы обязаны помогать и быть неравнодушными к судьбам тех, кто по каким-то причинам не может обойтись без постоянной поддержки. Фестиваль для людей с ограниченными возможностями стал уже традиционным. Он помогает раскрыть творческий потенциал каждого участника и дать возможность заявить о себе. Значимое достижение таких мероприятий – привлечение внимания к проблемам особенных людей. А ещё это прекрасная терапия. Она помогает интеграции в общество, созданию условий для общения и обмена опытом. Это фестиваль не людей с ограниченными возможностями, а это людей, на мой взгляд, с безграничными возможностями, которые способны организовать, провести такое мероприятие. Программа фестиваля – творческая композиция из песен, стихов, монологов участников. Во время выступлений им удалось забыть про возраст, болезни и недуги, погрузиться в неспешную атмосферу уюта с близкими по духу людьми. Фестиваль «Вместе мы сможем больше» был бы невозможен без руководителя Десногорского общества инвалидов Татьяны Желтушёвой. Благодаря её труду и энтузиазму это мероприятие проводится ежегодно, объединяя всех неравнодушных. В этот раз событие традиционно имело успех, а завершилось награждением особо отличившихся. Виталий Волков, Олег Соловьёв, Александр Ерофеев, Десна ТВ. В конце выпуска о погоде. 19 декабря в Десногорске переменная облачность и небольшой дождь. Температура днём плюс 5, ночью плюс 1. На этом выпуск завершён. Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работала Ксения Вьюшкова. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова